Здравствуйте, мои дорогие! Доброе утро! С вами Евгения Саженцева. Я психолог-практик, также я богослов. Очень радостно, что вы, послушав мою историю про то, какие события у меня происходили, не хочу даже повторять, восприняли это всё адекватно, с той точки зрения меня как личности сильной, которая всё преодолела, и, мало того, стала сама психологом и стала помогать другим. Спасибо, мои дорогие! А я буду снова и снова говорить, что больны-то не мы, не жертвы абьюза, а больны эти тираны, психопаты, нарциссы. Вот их как раз нужно садить в психушку. Согласны со мной? Если согласны, поставьте лайк. Поэтому, друзья мои, я уже давно не та 15-летняя девочка. Меня так просто не сломать, меня просто не взять, не поместить куда-то, даже если кому-то захочется что-то со мной сделать. Я буду бороться, я буду нанимать юристов, я буду отстаивать свои права по жизни. Это, конечно, с ребёнком можно всё, что угодно сделать. Если ребёнок станет вдруг родителем-нарциссом ненужный, какой-то уже не приносящий прежнего смысла, прежних ресурсов, они с ним расправятся просто как с котёнком. Но ещё могут так заувалировать всё, как будто они же по итогу тебя и спасают. Сами наворотят каких-то делов, потом они же тебя ещё и спасают. Ты ещё им спасибо должен сказать. Вообще вот пережив какой-то страшный опыт, тебе ещё не сразу приходит осознание, кто с тобой это сделал. Потому что все вокруг показывают друг на друга пальцем, все вокруг пытаются себя выбелить, мол, я тебя наоборот спасал в этой ситуации, но извините меня. Нужно посмотреть правде в глаза и понять, что просто тебя окружали моральные уроды, которые хотели подгадить тебе в жизнь, в твою юную, молодую, красивую, с самого начала, на начале её пути. И да, такое бывает. Вообще нарциссы-родители на своих детей смотрят с завистью, ведь у них вся жизнь впереди. Ведь у девочки начинается развиваться всё в голове и в теле, так скажем, всё идёт в гору. Она только-только, допустим, поступает куда-то на первый курс, у неё всё в целом только начинается. Конечно, для таких нарциссов, которые, возможно, не добились чего-то в жизни, дети кажутся, вот знаете, как бы это описать, как бельмо на глазу. Надо подавить, надо уничтожить. Надо подгадить. К сожалению, это так. И главное здесь осознать, что вы вообще ни в чём были не виноваты, что это не ваше, так скажем. Я ещё хочу сказать вам важную вещь. Вот на самом деле без всех этих испытаний мы бы тоже стали так же точно красивы своей душой, потому что, да, есть такое искушение сказать, что благодаря этому я стала такая. Но на самом деле и без этого жизнь была бы тоже прекрасна, без этих страданий. То есть в стокгольмский синдром я ни в коем случае не впадаю, как можно подумать. Ещё большая просьба. Я не нуждаюсь в жалости, я не нуждаюсь в сострадании. Я сейчас хорошо зарабатываю, у меня много клиентов. В том числе именно поэтому я осмеливаюсь говорить такие вещи, потому что я иду на самом деле на риски того, что раз и вдруг все подумают, что я ненормальная, да, но у меня накоплены деньги, что я уже могу прожить на них, даже если кто-то что-то там подумает. Поэтому я абсолютно свободный человек. Вот я своим примером вам показываю, что я вообще на данный момент ничего и никого не боюсь. Могу говорить то, что на сердце, могу делать то, что мне повелевает, так скажем, мой разум. И не боюсь осуждения общества. Все равно делаю то, что я считаю нужно. И своих тиранов тоже не боюсь. Попробуйте на меня кто-то наехать. Я дам отпор. Я это знаю. Друзья, я сегодня вообще шучу, чтобы вы понимали, я не совсем серьезно. Я вам просто хочу сказать, чтобы вы не переживали за меня. Все у нас, дочка, хорошо. А то мне уже, знаете, из этого, из российского союза писателей Сочи приходит предложение, давайте приезжайте к нам, живите у нас, даже за квартплату не надо платить. Мне не нужны такие подарочки. Понимаете, не нужны. Я реально, вот понимаете, я коплю и я накоплю. Дайте мне, пожалуйста, время. Вы обязательно на этом канале увидите мою будущую квартиру. Я вам обещаю. И я самой себе обещаю, что я своим честным трудом на нее заработаю. Обязательно. Нужно немножко, только терпение. Поэтому, как бы, я никому не хочу переезжать, кому-то подселяться. У меня вот здесь, в этой квартире, есть своя доля. Еще раз говорю, есть своя доля. Я здесь не на птичьих правах. Извините меня. А если захочу, я ее вообще продам. Если захочу. Это еще со мной как-то надо более, так скажем, уважительно общаться, чтобы я это не сделала. Так вот, по идее, а не наоборот. Просто нарциссы настолько наглые, что они, наоборот, чувствуют себя хозяевами положения. В общем, все хорошо, мои дорогие. У меня все нормально, у дочка моя все нормально. Не переживайте за меня. Спасибо еще раз вам за поддержку. Я от чистого сердца вас благодарю. Также кто-то там написал, давайте все по 100 рублей скинемся. 9 тысяч подписчиков. Пусть Женечка себе купит однушку. Я честно, мои друзья, я не нуждаюсь. Все будет в свой срок. Все будет у меня хорошо. Давайте. До новых встреч. Я психолог-практик, также я богослов по обрыванию. Обрыванию. Ага.